В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кинодизайн. Конкурс на дизайн фасадной стены уличного кинотеатра объявил молодежный центр. Закон о такси. С 1 сентября вступают в силу важные изменения в сфере пассажироперевозок. Ростовская Фенипть. Городской музей приглашает на мастер-класс. Далее расскажем обо всем подробно. Свежий воздух, хорошие фильмы и вкусный попкорн. Совсем скоро можно будет насладиться всем этим во дворе молодежного центра. До конца сентября там откроется уличный кинотеатр. Поучаствовать в создании уютного пространства может любой желающий. Молодежный центр запустил конкурс «Кинодизайн». Подробности далее. Хорошее кино, вкусный попкорн, уютные пуфы и теплые пледы. В конце сентября во дворе молодежного центра должен появиться кинотеатр под открытым небом. Проект победил в губернаторском конкурсе «Вам решать». Сейчас на объекте уже кипит работа. Специалисты готовят фундамент. В ближайшее время возведут и фасадную стену. В связи с этим специалисты молодежного центра решили запустить конкурс «Кинодизайн». Необходимо продумать дизайн фасадной стены нашего будущего кинотеатра, сделать эскиз и отправить нам его на почту. Поскольку это будет очень привлекательным, уютным и эстетически красивым местом, нам бы хотелось, чтобы фасадная, главная стена кинотеатра была не с тривиальным граффити, а отражала что-то очень яркое, интересное, необычное. Это может быть 3D-объект, фотозона или лицо знаменитости. В конкурсе могут принять участие все желающие из города и области. Работа победителя украсит стену кинотеатра. Сам победитель будет награжден ценными призами от молодежного центра на торжественном открытии кинотеатра. Мы очень хотим, чтобы данный проект, данный объект стал точкой привлечения молодежи города и местом для отдыха. Поэтому мы очень ждем интересные идеи. Подробные условия конкурса можно узнать в группе молодежного центра ВКонтакте и на официальном сайте «В положении». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Нижегородцев приглашают на ярмарку вакансий «Служу Отечеству». Она пройдет в парке Победы Нижнего Новгорода 26 августа с 11 до 15 часов. В мероприятии примут участие представители различных силовых ведомств региона. Соискатели пройдут прямое собеседование с работодателями по вопросам трудоустройства. Смогут ознакомиться с льготами, характером и условиями работы. Новая волна коронавируса придет в Нижегородскую область осенью, прогнозирует региональный Роспотребнадзор. По информации ведомства, осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Специалисты не исключают, что жители начнут заболевать новым штаммом коронавируса. При этом уточняется, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции будет зависеть от коллективного иммунитета. Более 8 тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей в этом году. Как отмечается, с присасыванием клещей обратилось на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обращения от жителей были зарегистрированы в 48 районах области. Из всех случаев 5 человек заболели клещевым энцефалитом. При этом у двоих жителей инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока. Новый состав молодежного правительства будет сформирован в регионе. Конкурсный отбор среди потенциальных кандидатов уже стартовал. Для участия необходимо подать заявку, приложить презентационный ролик и пройти тестирование. Экспертная комиссия выберет лучших кандидатов, которые пройдут на этап личностной диагностики и очного собеседования на желаемую должность. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства молодежной политики Нижегородской области. Легендарный боец ММА, бывший чемпион UFC Олег Токтаров, вызвал на поединок по правилам ММА звезду этого вида единоборств Джеффа Монсона. В ночь на субботу они провели поединок по правилам бокса в рамках бойцовского клуба РЕН-ТВ, который завершился в ничью. Оба бойца на протяжении всего боя старались перевести поединок в портер и делали захваты. Мастер-класс «Ростовская финифт» состоится в рамках закрытия выставки «Огненное письмо. Ростовская финифт XIX-XX веков» в городском музее. Мастер-класс проведут специалисты из музея-заповедника «Ростовский Кремль». Каждый участник сможет унести домой уникальный сувенир, сделанный своими руками. Подробности далее. От икон и образков XIX века до бытовых аксессуаров и ювелирных украшений последних двух столетий. «Огненное письмо. Ростовская финифт» – народный художественный промысел по изготовлению предметов с миниатюрной живописью по Ямале. За лето на выставке в городском музее побывали около 2500 саровчан и гостей города. Ростов-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник привез в Саров более 200 экспонатов XIX-XX веков. Теперь время работы экспозиции подходит к концу. К закрытию выставки для горожан готовят интересные мероприятия. Здесь будет мастер-класс. Приедут специалисты из музея-заповедника «Ростовский Кремль». И они будут проводить мастер-класс по такому прекрасному искусству финифти. И эти мастер-классы состоятся 26 августа в 11 и в 12 часов. Техника искусства финифти непростая. Мастера росписи работают тончайшими кисточками в 2-3 волоска. Ведь нужно все сделать художественно и аккуратно. Поэтому мастер-класс рассчитан на участников в возрасте 12+. После росписи изделия будут обжигать. Для этого сотрудники музея-заповедника «Ростовский Кремль» везут с собой специальную печь. Метель и латунь. Там уже стекловидная масса покрытия, которая перед этим обжигается обязательно. А вот по ней уже, по этой поверхности будут наноситься краски, которые также стекловидные. Это такой порошочек с красителем. И в зависимости от того, сколько слоев краски, столько будет и обжига. На мастер-класс «Ростовская финифть» билеты необходимо покупать в кассе городского музея заранее, чтобы подтвердить свое участие. Количество мест ограничено. Каждый участник мастерской сможет унести домой уникальный сувенир, сделанный своими руками. Также на закрытии выставки будет небольшая экскурсия, на которой сотрудники музея-заповедника расскажут об искусстве финифти. Как искусство финифти родилось, как пришло к нам на Руси из Византии, почему еще в Византии называли огненное письмо и так далее, как оно совершенствовалось, развивалось у нас, какие особенности росписи существуют и как менялись сюжеты в зависимости от исторических каких-то страниц нашей страны. Мастер-класс состоится в субботу, 26 августа для двух групп в 11 и в 12 часов. Дополнительная информация по телефону 769-65. С 1 сентября вступят в силу основные положения федерального закона о перевозке пассажиров. Он предполагает ряд важных изменений, которые отразятся как на водителях такси, так и на пассажирах. Как восприняли законы игроки рынка и какие последствия ожидают клиентов, узнала наша съемочная группа. С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. Он обяжет водителей предоставить справку о несудимости за насильственные преступления, пройти аттестацию на знание города. Для работы также нужно будет оформить статус ИП или самозанятого, после чего обратиться в Минтранс для получения лицензии на перевозку пассажиров. Оформить полис ОСАГО для перевозчиков, который в несколько раз дороже обычного, а также страховку клиентов. Водитель должен выписывать себе путевой лист перед выходом на линию, сам себе, например, самозанятый. И сам должен проходить медосмотр и техосмотр. Опять же, никакой инфраструктуры для прохождения, например, медосмотров или техосмотров, ее просто нет. Она в Сарове отсутствует. Данный закон, ну, как бы и я, и мои коллеги считают, что принят для Москвы. Там он, да, может работать, там все готово, инфраструктура готова. И для больших городов, ну, не знаю, Москва, Питер. Правительство России также запретило таксистам работать более 40 часов в неделю. Компании обязаны давать расширенную информацию о водителе на каждом заказе. Фирма должна в ежедневном режиме, в онлайне, проверять водителей на предмет наличия у него разрешения. Это должна быть связка с региональным Минтрансом, с их реестром, которые должны нам давать в онлайн сведения по реестру. Чтобы было понятно, Нижегородский Минтранс обновлял свой реестр в последний раз в апреле месяце. Водители фирмы закон восприняли негативно. По словам руководителя службы заказа такси, отток сотрудников уже начался. С 1 сентября агрегаторы могут столкнуться с нехваткой машин на линии. Соответственно, возрастет и стоимость услуги. Цена на поездки независима от закона и так повысится на 5-10% из-за подорожания страховки, запчастей и масел. Если мы берем о том, что все это будет действительно работать так, и водитель оформит себе полис ОСАГО, будет проходить платные медосмотры, не знаю пока где за 100 рублей, этих осмотров за 100 рублей, безусловно, как в любой экономической ситуации, работать 8 часов на линии, и чтобы заработать те же самые деньги, которые он привык зарабатывать и приносить домой, мы даже не говорим, что это будут большие деньги, а просто такие же деньги, то, конечно же, ценник вырастет. Мы не хотим сталкиваться с валом негатива от клиентов, когда мы будем не вывозить клиента, когда будет не вывоз, когда ценник будет космический. Нам тоже всего этого не надо. Мы не хотим так работать. Депутаты Госдумы поспешили успокоить игроков рынка, что большинство новых требований закона получит отсрочку до 2024-2025 годов. Поможет ли это сгладить острые углы, недовольство, и будет ли плавной трансформация работы такси, увидим в ближайшем будущем. Это лето нельзя назвать жарким или холодным. Погода была настолько переменчивая, что определиться просто невозможно. Август продолжает эту тенденцию, и теперь жара идет на спад, и в регион возвращаются прощальные летние дожди. Чего ждут саровчане от финальных летних аккордов, и каким они запомнят лето 2023-го, узнала наша съемочная группа. То аномальная жара, то холод и ливни, и погода этим летом непредсказуема. Как доказательство, новая рабочая неделя принесла в регион похолодание и дожди. Так ночью температура опустится до 7-8 градусов, а днем прогнозируют от плюс 17 до плюс 21. А каким это лето запомнили саровчане? В принципе, вполне нормально. Тепло было, прохлада была, все было. А дожди не пугали? Нет, не пугали. Я бы не сказала, что оно было теплое. Обещали максимально жаркое лето. Аномальные что-то как-то вот... Обманули. Обманули. Ох, как обманули. Вот, учитывая июль вообще дожди же вспоминаем, если были. Как-то немножко все сместилось на август. Ну, в целом, у природы нет плохой погоды, поэтому радуемся и ждем в обиле это. Была солнечная погода, но иногда были дожди. Тебе как больше нравится, когда жара или вот как сейчас? Когда жара. А почему? Потому что можно покупать... Жаркий. Да. А дожди? Не запомнил дожди. Теплое. Хорошее, солнечное. Ну, не знаю, мне лето понравилось. Очень хочется еще три месяца лета. Очень-очень грустненькое. Хочется, чтобы после августа опять было июнь. Июля, и так, для нескончаемости. Хорошая. Мне нравится. Не жарко, главное дело. И это. Хорошая погода. Я люблю такую погоду. Мне летом жару очень плохо. Как говорится, это моя погода. Да, да, да. Но вижу, уже исправляется погода. Попробовать себя в роли юных географов смогли юные саровчане на очередной дворовой площадке на Казамазово-10. Ребята отгадывали загадки, расшифровывали скороговорки по эмодзи, рисовали мелом природу на асфальте. День географа в России отмечают в августе. Официально праздник утвердили в 2019 году по инициативе Русского географического общества. Сотрудники центра внешкольной работы решили не отходить от традиций и провели на дворовой летней площадке мероприятие, посвященное этой дате. Про географы – это на расширение кругозора, чтобы ребята вспомнили немножко школьные какие-то знания, проверили. Плюс всегда присутствует спортивный азарт на таких мероприятиях. То есть конкурсный момент добавляет интереса к игре и потом самые лучшие получают призы. На праздники ребята смогли попробовать себя в роли юных географов. Они отгадывали загадки, расшифровывали скороговорки по эмодзи, рисовали мелом природу на асфальте. То, что мы сегодня нарисовали на асфальте, я нарисовал солнышко, домик, человечка, собачку и деревья. Сегодня мы играли в настольные игры, рисовали, много играли, нам было очень весело. Мы играли в луну и играли в джамп. Каждая встреча по-своему уникальна. Организаторы стараются увлечь ребят чем-то новым и познакомить их с интересными праздниками. Также на площадке ребята играют с мячом в спортивные игры. Встречи на Казамазово 10 проходят каждый день с 15 до 18 часов. Эта неделя будет завершающей. На ней организаторы подведут итоги летних каникул и наградят самых активных ребят. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА